23 февраля центр города смещается в сторону горы Мельничной. Каждый год в этот день здесь собираются самые заслуженные мужи и самые важные дамы, самые сильные парни и самые красивые девушки, самые дружные семьи и самые верные друзья. Даже олени и верблюд все тут. В этот солнечный, почти весенний день и настроение было подстать погоде. Люди улыбались, приплясывали под задорную музыку, друг другу здравия желали и поздравляли с праздником. Поздравляю с праздником, всем здоровья, солденцев, мужчин, здоровья всем, удачи, любви, всего-всего. С праздником, дорогие любимые наши мужчины, желаем вам здоровья, удачи и всего самого-самого хорошего. Но поздравлять с Днем Защитника Отечества можно было не только мужчин, но и прекрасных девушек. Папа, он старший лейтенант, служит в ракетных войсках стратегического назначения. В данный момент он находится на повышении квалификации в Москве. Ну что еще рассказать? Ну ты тоже военно обязанная? Ну да, я тоже военнослужащая, нахожусь в декретном отпуске по уходу за своим сыночком. Повысить квалификацию в сборке и разборке автомата, показать класс на перекладине, попасть в яблочко из пневматической винтовки и сделать подход к двум пудовым гирям могли все желающие. Желающими в основном оказались крепкие парни и молодые мужчины. Автомат разбирал, 36 разобрал. Думаю, на призовую пойду. А где пробовали? Учусь в девятой школе, научил меня Барковский Виттер Михайлович этому. Сейчас я обучаюсь в Верхнеслависко-авиаметаллургическом техникуме и там принимаю участие в военизированных видах спорта, в соревнованиях. Ну, получается, в том году проходили 17-й школе, заняли, по-моему, третье место. Алексей немного ошибся в предсказаниях. Он стал не призером, а победителем. Второе и третье место заняли Олег Чертушкин и Андрей Куклин. Турник выявил победителей тоже. Самое большое количество подтягиваний – 49. Судья зафиксировал в протоколе напротив имени Николая Оносова. Андрей Гаврютин и Хуршет Назиров на втором и третьем месте. Но в числе победителей был еще один симпатичный парень – Валерий Костромин, лишен возможности передвигаться без инвалидной коляски, но возможности показать свою силу и физическую, духовную, у него никому не отнять. На огневой рубеж подходили даже дети и девушки. Почему даже? Ольга Нечаева так здорово отстреляла, что до ее результатов 28 выбитых очков никто не дострелял. Олег Чертушкин и Алексей Холкин – соседи Ольги по пьедесталу. Тортик за победу в гиревом спорте с удовольствием съел дома с чаем 56-летний Геннадий Гайдаш и занявшие призовые места Иван Солянов и Евгений Костромин. Но награждение прошло в конце праздника. Два полковника Николай Кондрашов и Александр Шершов и подполковник Вадим Фасахов зашли посмотреть, как проходят военизированные конкурсы. Вадим Фасахов – заместитель командира Нижнетагильской ракетной дивизии, 21 год при погонах. И он считает очень важным проведение таких мероприятий, какое каждый год организует корпорация в СМПО «Ависмо» 23 февраля. Настроение людей прекрасное. Мне приятно осознавать, что с каждым годом отношение и к армии, и к военнослужащим, и, в общем делом, к патриотизму возрастает. В секторе, где проходили военизированные конкурсы, настроение было очень даже мирное, как и на всей территории праздника. Площадки были размещены эргономично, и можно было без особого труда, и без боязни пропустить самое интересное – побывать везде. И там, где самые маленькие участники праздника выигрывали вкусняшки и хорошее настроение в незатейливых конкурсах, и там, где творческие коллективы Дворца культуры имени Агаркова развлекали публику, а уж аромат и самое большое скопление народа явно указывали на место, где можно подкрепиться. Налетай, торопись! Нашей кашкой угостись! Мальчики, девочки, берем кашку! Особого приглашения никто и не ждал, но с приговорками даже самая вкусная каша вкуснее. Денис Позняков уже получил порцию солдатской каши, а в том, что она именно солдатская, даже не сомневается. Пробовал ее не только на мельничной. На сборах? Я однократно. Военные патриотические сборы в Верхотуре. Я в качестве командира группы. Желающих отведать гречневой каши было столько, что, казалось, не хватит. Но заведующий производством изысканного вкуса Алексей Маршинин заверил, хватит всем и даже на добавку останется. Полторы тысячи порций, 90 грамм гречи на одну порцию, и 75 грамм тушенки. Какая вкусная получилась? Пробовали сахар? Ну, что делать? Нормальная. Очень вкусная. На сытый желудок и праздник веселее. Салдинцы с удовольствием кадриль с девушками из Екатеринбургского ансабля «Красота» станцевали. Но, наверное, мало все-таки каши съели, раз не смогли разогнуть сковородку, которую только что как бумажную согнули силачи. Александр и Владимир приехали к нам из Верхнего Тагила. Силовым экстримом занимаются уже много лет. Ох, и силушка богатырская! И стала она поводом для обсуждения восхищенных зрителей. В толпе ходили такие предположения, что у вас гекки-то пустые. Пустые? Да, ну, можете. Они по 16 килограмм, да. Они специально выполнены, так сказать, с такой формой, специально, чтобы им можно было жонглировать, это было красиво. Но, соответственно, никто не отменял там 16 килограмм, как есть, так и есть. В среднем нагрузка на спину где-то будет, ну, за выступление тонну, тонну 200. На спину нагрузка. А на шею? На шею еще больше. Конечно, есть свои секреты, это надо, тренироваться, так сразу никто и не сделает. Насмотрелись на такой экстрим участники молодецких игр и еще большим куражом зарядились. 10 команд заявилось на участие в соревнованиях, которые придумала, организовала и провела молодежная организация в СМПО. Ох, какие эмоции обрушились на поляну с первым же конкурсом. И это опять подними гирьку. Ох, как непросто пришлось пацанам из команды «Орел» и из команды 47-я рота. Но они мужественно, как могли, справлялись со снарядом. А Денис Атласов из команды «Огонь» словно и не пуд поднимал. Настолько был невозмутим. Самое прикольное поднятие гири, потому что я тяжелой атлетикой занимаюсь сам. Ну, я музыку просто слушал в это время. А сколько раз поднял? 34. Больше всех я поднял. Денис, кстати, молодец такой. Жаропрочно закаленный в 20-м цехе. Все игры в одной футболке. Интересно, что его грело? Это адреналин, поддержка болельщиков. Поймали адреналин? Поймали. Наталья Негомедьянова, куратор команды от общественной организации «Солда. Город. Возможности», очень рада за выступление своих мальчишек, хоть их результат далек от показателей Дениса. Орлы воспитывают некие детские дома. Это у нас учащиеся школы. И там есть студенты многопрофильного техникума. Да, вы знаете, мы смотрели, и самое интересное, у нас же как бы творческие, такая творческая молодежь. И мы их прививаем к спортивному, здоровому образу жизни. И я смотрю, вот он маленький стоит, восьмиклассник, он не может эту гирю поднять. Я говорю своему специалисту, какая классная мотивация начать заниматься спортом. Вот ему, наверное, неудобно было. И он сейчас, я думаю, точно начнет после этого заниматься. Гири, петушинные бои, конкурс на меткость, перетягивание каната. Первые четыре конкурса решили судьбу сразу шести команд. Набравшие чуть меньше баллов, они не добрались до финальной эстафеты. Вылетели Орлы, команды многопрофильного техникума «Кузнец» и «Витязь», выкатились колобки, это прокатчики из цеха 16, стали зрителями плавильщики из цеха 32 и камелот и 47-я рота из школы номер 14. Мы, честно говоря, думали, что вот посмотрели команду, такие, приехали, приплыли. А когда началось, то такой, вау, думали, что вот уже все, почти, ну нет, нам чуть-чуть расстояния не хватило, мы уже все из сил вывелись и нас вытянули. А ведущий молодецких игр Никита Милентьев уже объявляет начало финальной эстафеты. Боже, кто придумал эти конкурсы? Табликами побежали, побежали, гусеницы достаем, достаем гусеницу, уложили гусеницу, так, бежим обратно, бежим обратно, конусы не сбиваем, так, шарики у нас готовы, шарики, шарики, бежим, бежим. А, надо поднять, поднять. Ольга Котельникова, куратор молодежки, сдала авторов этого безобразия. Самым активным участником при подготовке был Александр Веселов, Николай Федосеев, Виталий Шнянин, потому что они неоднократно принимали участие в прошлых годах в этом мероприятии, молодецкие игры, знали, как это все может быть. И, конечно, в этом году ряд конкурсов были новые, которые они сами придумали, сами инициировались, сами провели. Все удалось, все понравилось, я думаю, участники сами получили массу бурных эмоций, впечатлений, адреналина хапанули, я думаю, что это очень здорово. Интересно было это точно, аж болельщики охрипли. Кстати, самыми активными стали девчонки из организации «Солда. Город. Возможности», за что и получили приз. Но призы за победу в молодецких играх распределились так. Четвертое – «Огонь из цеха 20», третий – «Ирбис из 22-го», второе место у «Кузнецов из 37-го» победили студенты авиаметаллургического техникума «Авиаторы». Вам сильно хотелось победить? Ну, конечно, это, во-первых, просто интересно, у которых весело, кураж ловишь и идешь вперед. Надо всегда быть сосредоточенным на своих силах, как бы думать каждый свой шаг и рассчитывать все на несколько шагов вперед. И у организаторов праздника на Мельничной, а в подготовке участвовал большой коллектив сотрудников и отделов и цехов ВСМПО, получилось сделать все, чтобы 23 февраля запомнилось каждому гостю. Кому вкусной кашей, кому хорошим концертом, кому участием в конкурсах, а кому – доброй улыбкой старого знакомого. По одиночке приехали, но встретились здесь. Очень нравится. А вы где уже побывали? Здесь, на Мельничной, здесь и послушали все песни, пляски, все хорошо. Вот один у нас мужчина, видите, девичник, одного вывели, вывели в люди. Мы побывали на сборке автомата, покатали детей на верблюде, на пони, на оленях. Знакомых встретили? Да, достаточно много. Все здорово, настроение супер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok